Что ждет Россию? То же, что и все остальные государства и империи. Пройдут века или десятилетия, и государства обрушиваются в пыль. Эта пыль потом попирается нами ногами на развале каких-нибудь Пальмир или на развале каких-нибудь Помпей. Поэтому все государства на Земле ждет одна и та же судьба. И все они превратятся в обломки. Но пока этого не случилось, Россия будет пытаться занять свое место в мировой системе. Это место может быть только одним. Это место периферийного государства, то есть государства второго порядка, который не является одним из центров мирового финансового кредитования. Государства центра, государства первого порядка, это те государства, которые дают деньги всему остальному миру. Понятно, что Россия не будет никогда частью Запада, потому что Запад просто не возьмет в себя Россию целиком. Но Россия вполне может быть неким таким дополнением, приложением к Западу, его, скажем так, ну, в общем, партнером, младшим партнером. В этом всегда была роль Российской империи, в этом, на самом деле, была роль Советского Союза, и в этом роль Российской Федерации. С этой ролью Россия всегда справлялась более-менее. Конечно, вопрос в том, опозорна ли эта роль. Ну, честно говоря, это объективно, потому что объективно Россия не способна выйти из сырьевой зависимости. В 19 веке это был экспорт зерна, в 20 веке это экспорт энергоресурсов, в 21 веке это что-нибудь еще такое будет, там, воду Байкала, или Волги будут гнать там, или в Китай, или на Запад. Сама политическая система управления Россией подразумевает наличие сильной элиты, которая является как бы смотрящей за этой территорией от мирового порядка, от Запада, например, да, и подчиненного некого народа, который там живет и считает эту элиту господами и имеющими право быть элитой. Поэтому думаю, что такое вот у России будет будущее, это будущее устраивает Запад. Конфликт идет просто из-за статуса. Как считать, все-таки Россия это колония, полуколония или младший партнер? Вот в этих трех категориях и идут, собственно говоря, терки. Мы, конечно, хотим быть младшим партнером, а не колонии и не полуколонии. Но есть в России правящие элиты, которые считают условные либералы, назовем их, хотя и среди силовиков тоже есть, что им выгодно, чтобы в России была полуколония. Допустим, они такой как бы коллаборационисткой смотрящей администрации за этой полуколонии. Это обеспечит им, им, их семьям, их приближенным высокий жизненный уровень.